На нашей планете обитает более 150 видов обезьян, которые живут в тропических и субтропических регионах Африки и Америки, а также в Южной и Юго-Восточной Азии вплоть до Японии. Обезьяны представляют подотряд млекопитающих из отряда приматов, у которых есть руки и ноги. Поэтому по анатомическому строению своего тела многие из них имеют сходство с человеком, особенно человекообразные обезьяны. Человекообразные обезьяны или еще их называют гоминоиды, также считаются одними из самых умных приматов среди своих сородичей, к которым относятся гориллы, шимпанзе и орангутаны. Раньше считалось, что из этой троицы самые умные шимпанзе. Но последние исследования показали, что орангутаны не уступают в интеллекте шимпанзе. А некоторые ученые утверждают, что орангутаны даже умнее. Например, в одном зоопарке как-то провели исследование. Сидящей в клетке шимпанзе дали отвертку. Обезьяна повертела в руках неизвестный предмет и выбросила. Затем дали отвертку сидящей в клетке горилле. Она посмотрела на нее и начала ей чесаться, а затем тоже выбросила. После дали отвертку орангутану. Обезьяна взяла, подождала, пока работник не уйдет, а затем начала пытаться развинтить дверь. Возможно, чтобы открыть ее и убежать. Всем привет! Вы на канале Узнай животных. И в этом выпуске мы расскажем вам об обезьянах шимпанзе, а также как эти умные приматы общаются между собой. Совсем недавно ученые доказали, что язык жестов, который использует шимпанзе, в своей основе очень напоминает человеческую речь. Это очередное свидетельство, что шимпанзе имеют самое близкое генетическое родство с людьми. Из всех сегодня обитающих обезьян на нашей планете. Исследователи также пришли к выводу, что предположительно наш общий предок жил около 6 миллионов лет назад. Сегодня известны два вида шимпанзе. Первый – обыкновенный. И второй – карликовый. Или еще их называют бонобо. Хотя бонобо ничуть не уступают в росте и по размерам обычного шимпанзе. Просто выглядит стройнее и аккуратней. А само слово шимпанзе переводится как подобный человеку с языка одного из африканских племен. Живут эти человекообразные приматы в Центральной и Западной Африке. Там, где еще существуют тропические леса с густой и непроходимой растительностью. В 1960 году биолог Джейн Гудл, изучавшая шимпанзе в их естественной среде в Западной Танзании, увидела, как они срывают прутики, затем очищают от листьев и достают оттуда термитов. Это наблюдение произвело тогда революцию в научном сообществе. Которое послужило одним из самых главных отличий этих приматов от остального животного мира. Так как ранее считалось, что только люди используют орудия труда. Живя рядом с шимпанзе в джунглях, биолог Гудл выяснила, что в их поведении много человеческого. Оказалось, к примеру, что обезьяны вовсе не вегетарианцы и время от времени гоняются за лесными кабанами или мелкими млекопитающими, так же, как и люди-группами. А когда поймают добычу, все обезьяны, участвовавшие в охоте, делят ее между собой. Шимпанзе живут сообществами и образуют семьи. У них очень сильна связь между матерью и детенышем, воспитание которого длится примерно 5 лет. Если детеныш остается сиротой, то его усыновляют другие члены стаи. А братья и сестры распознают друг друга на протяжении всей жизни. Этот вид приматов выражает эмоции и сострадание к раненым или заболевшим сородичам. Как и люди, они боятся щекотки, легко обучаются на примитивном уровне и умеют играть между собой. А также задокументированы случаи, когда шимпанзе заводили котят, играли с ними, оберегали и кормили как домашних кошек. В 2005 году ученые расшифровали полный геном шимпанзе, который оказался почти одинаковым с человеческим. Например, в отличие от ДНК гориллы или орангутана немного больше различий. Исследователи также пришли к выводу, что возможно люди с обезьянами шимпанзе произошли от общего предка, который в свою очередь отделился от предков других человекообразных существ, раньше чем разошлись пути человека с шимпанзе. У людей и шимпанзе примерно 96% общих генов. Различия касаются, как правило, нефункционирующих участков ДНК. Либо участков непонятного назначения. А вот состав белков общий на 99%. Ученые говорят, что это неудивительно, поскольку наши ветви разделились по эволюционным меркам совсем недавно. Но как немалые различия, они видимо определяют, почему у людей намного сильнее, чем у этих приматов, развита речь и мышление. Например, белок шимпанзе и человеческий вырабатываемый геном FOXP2 различаются всего двумя аминокислотами. Он относится к транскрипционным факторам, то есть регулирует работу других генов. Если в нем происходят мутации, то это приводит к серьезному нарушению речи у людей. Исследования показали, что у человека и шимпанзе примерно 333 общих гена, влияющие на развитие злокачественных опухолей в организме, которые тоже различаются менее чем на 1%. Однако в них есть полторы тысячи структурных вариантов, вставок делеции и замен отдельных аминокислот. Это может быть важным объяснением, почему обезьяны-шимпанзе болеют раком гораздо реже людей. В 2018 году большой коллектив ученых под руководством Зева Краненберга и Эвана Айхлера из отдела геномных исследований Медицинской школы Вашингтонского университета в США обнаружил свойственные только людям структурные изменения в генах, которые влияли на активность генов. По мнению авторов работы, некоторые гены, которые отвечают за деятельность нейронов радиальных клеток, у людей немного подавлены. Зато гены, регулирующие работу другой группы нейронов, более активны. Не исключено, что в разной активности одних и тех же генов заключается самое главное наше отличие от шимпанзе. Продолжение следует... Наше qualité. Шимпанзе, как и люди, могут изготовить орудие труда и решить какую-то в меру несложную инженерную задачу. Объясняя эту особенность, ученые выдвинули две гипотезы. Первое – люди обладают особым техническим мышлением, они быстрее учатся и лучше соображают. Второе – предположительно перейдя на мясную диету, человек стал дольше учиться, но зато с возрастом достигает вершин мастерства. Исследователи из США, Германии и Великобритании решили проверить это на шимпанзе, обитающих в западном Конго и людях пигмейского племени. Это группа низкорослых народов, живущих в экваториальных лесах Центральной Африки. И тем, и другим приходится искать в джунглях орехи панда – одни из самых крепких в мире. Шимпанзе кладут их на корни деревьев или на землю, как на наковальню. И бьют булыжником весом в несколько килограммов. А люди колют крепкие орехи мачете. Как заметили ученые, обезьяны и люди учатся этому навыку у своих соплеменников примерно по 10 лет. Что показывает, в процессе обучения они делают одинаковые ошибки. Это идет вразрез с обеими гипотезами. А вот наблюдая шимпанзе в неволе, исследователи обнаружили, что у них есть довольно большой набор традиций, различающийся от группы к группе. Благодаря этому каждое сообщество обезьян приобретает особенный социальный профиль, по которому возможно установить происхождение особи. Между племенами приматов происходит как бы культурный обмен. Например, в одном эксперименте ученые дали группе шимпанзе незнакомые орехи, и те не смогли их расколоть, хотя обычно делали это камнем. С новым лакомством справилась сразу только одна самка, выросшая в другой группе обезьян и владевшая нужным навыком. Но через несколько лет она обучила этому остальных членов нового племени. Также новые техники ухода за шерстью тоже обычно приносят в другое племя самки-иммигрантки. Если не decrease в членовном70гтора, вот эта шерсть очень-очень och премся weiter клеитый. Также добавляйте на парочку, что я использую bli Cut на oğlum. Я прекрасно доб timelines,ـвучие. В чемпионеры, нещем прочи. Отлично! В это время Яната просит сюда. Эта шерстьяляет� участница. Свежorthма. Это наконец-то растение. Вот и в горячей. Check фер Walого 참� apostолио. Вот довольно ещен. Приматолог Эндрю Вайтин из Университета Святого Эндрю в Великобритании научил шимпанзе составлять из двух палок одну длинную, чтобы достать вкусное лакомство. Большинство подопытных обезьян тренировались в группе, а некоторые из самых смышленых поодиночке. Затем ученый усложнил задачу и подвинул еду поближе. Чтобы ее взять, приматам была не нужна палка. Обезьяны-одиночки сразу сообразили в чем хитрость и доставали заветную пищу рукой. Участники же группового сеанса продолжали делать длинные палки, чтобы не выделяться и быть как все. Последнее громкое открытие из мира шимпанзе касается их системы коммуникации. Оказывается, к ней применимы некоторые внутренние правила человеческого языка. Несмотря на то, что эти приматы общаются между собой жестами и мимикой, а также позами и нечленораздельными звуками. Например, закон ЦИПФА, согласно которому часто употребляемые слова это короткие звуки. И закон Менсерата, который заставляет нас людей разбивать длинные конструкции на слоги. Ученые отсняли десятки часов наблюдений за обезьянами и потом просматривали видео, где установили 58 жестов, которые шимпанзе используют почти в 2000 ситуаций для общения. Самые распространенные из них очень короткие. А вот длинные жесты они разбивают на множество коротких, то же самое, как и люди. Например, если самка шимпанзе показывает ноги своему детенышу, то это может означать «скарабкайся на меня». А если шимпанзе берет в руку лист дерева и начинает его демонстративно слегка надкусывать, то эта обезьяна пытается привлечь к себе внимание другой обезьяны противоположного пола. По словам исследователей, проделанные наблюдения показали четкую взаимосвязь между некоторыми жестами и последующими действиями собеседника. Однако часть жестов может восприниматься неоднозначно. Например, если одна обезьяна хватает другую за руку, то сообщение может расшифровываться как «отстань от меня» или «уходи прочь». Прошу! Шимпанзе довольно часто содержит как любимого домашнего питомца, но, как говорят специалисты, это не самая простая для содержания обезьяна. Несмотря на то, что эти приматы очень милые, когда маленькие, но когда они вырастают, то становятся сильнее человека. И шимпанзе гораздо сообразительнее многих обезьян. Таких как макак и мартышек, которых тоже часто содержат дома. Их ум имеет как плюсы, так и минусы. Плюсы состоят в том, что сообразительность шимпанзе будет всегда вас удивлять и радовать. Они ведут себя поистине во многом как люди. Например, могут разбудить вас утром, предупреждают об опасности или жалеют, когда вы грустны, а иногда даже обижаются и начинают вас игнорировать. При этом всячески показывая свое настроение своей богатой мимикой. Шимпанзе можно легко приучить ко многим вещам. Чего никогда не смогут сделать обезьяны более низкого интеллектуального уровня. Например, ходить в туалет и смывать за собой. Мыть руки перед едой или ходить в одежде, а также держать ложку и есть из тарелки. Это создает удобство при содержании и очень радует хозяев. Но такой уровень интеллекта имеет и обратную сторону. Шимпанзе могут без проблем раскручивать любые винты, что ни один шкаф не останется без их внимания. Ценные вещи от них можно спрятать только в сейф, а то потом не найдете. Также способны затаивать злобу и в порыве ярости взрослые обезьяны могут крушить мебель и составлять реальную опасность для домочадцев. Но если у вас есть терпение и достаточно финансов, тогда это животное-человек, возможно, принесет вам много радости и счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok